Одесская юракадемия отпраздновала пополнение своих рядов традиционной, торжественной линейкой. А праздновать было что? За всю историю вуза рекордный набор. Сразу 4000 юношей и девушек стали студентами Национального университета Одесской юридической академии. Будущие правоведы, политологи, журналисты, дипломаты, социологи, психологи, IT-специалисты и филологи. Впереди у этих молодых людей яркие студенческие годы. После чего трудоустройство, работа на благо города и государства. Поздравляли первокурсников, президент юракадемии Сергей Кивалов, народные депутаты, руководство области, главы областной полиции, прокуратуры, представители судебной ветви власти и духовенства. О дне знаний в Одесской юракадемии в материале моих коллег. С самого утра на стадионе Национального университета Одесская юридическая академия царила праздничная атмосфера. На торжественное посвящение первокурсников студенты собрались молодые люди со всех уголков нашей страны. Вместе с ними родители, преподаватели и студенты старших курсов. Чтобы запечатлеть один из главных жизненных моментов – выступление в университет, для студентов подготовили яркую фотозону. И вот главный момент. На стадионе появляются почетные гости во главе с президентом Одесской юридической академии Сергеем Киваловым. Под звуки военного духового оркестра к трибуне идут народный депутат Украины Татьяна Плачкова, первый заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Борис Волошенков, руководитель Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко, начальник главного управления национальной полиции в Одесской области Николай Семенишин, глава территориального управления государственной судебной администрации Тарас Лукаш, председатель пятого апелляционного административного суда Александр Джабурия, Председатель Киевского районного суда города Одессы Сергей Чванкин. Директор Департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации Наталья Адарий Захарьева. Почетный гражданин города Одесса, почетный президент Одесской армянской общины Самвал Тигранян. Директор Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины Юрий Чердынцев. Настоятельница Одесского архангела Михайловского женского монастыря Игуменья Серафима. Традиционно День знаний сопровождался красочной концертной программой. Открыли праздничный концерт ученицы студии 117, которые приветствовали всех гостей и новоиспеченных студентов виртуозной игрой на барабанах. Официальный старт торжественному празднику дал президент Национального университета Одесская юридическая академия, заслуженный юрист Украины, академик Сергей Кивалов. Торжественное собрание, посвященное первокурсникам Национального университета Одесская юридическая академия, объявляю открытым. Государственный флаг Украины поднять! Почетное право поднять! Государственный флаг Украины Валерия Бахчеванжи Студентка третьего курса юридического профессионального колледжа, мастер спорта Украины по художественной гимнастике, призер чемпионата Украины. И таких студентов, которыми гордится вуз, немалое количество. Сегодня к ним присоединились еще 4000 целеустремленных молодых людей. И это, несмотря на небывалые трудности в период вступительной кампании, когда государство лишило финансовой поддержки структурное подразделение юрокадемии, Объединенное училище сферы услуг и Морское училище. В этих учреждениях остался только контракт, и при этом к ним поступило больше всего студентов, если смотреть на училища схожего профиля в других регионах страны. За многие-многие годы мы впервые набрали рекордное количество студентов первого курса. В этом году к нам поступило почти 4000 первокурсников. Это событие, я вас искренне с этим поздравляю. Приветствуя молодую смену, президент вуза Сергей Кивалов в первую очередь подчеркнул, университет не стоит на месте, постоянно развивается и получает признание и высокие оценки деятельности со стороны Министерства образования и науки Украины и международных организаций. Постоянный прогресс заинтересовывает выпускников школ и их родителей. Как результат, в Одесскую юрокадемию по-прежнему едут со всех уголков страны. Иногда у меня спрашивают, а почему к вам приезжают ведущие ученые Европы, Америки, а в другие вузы не приезжают, потому что здесь англоязычные студенты, здесь творится политика в области образования и науки, здесь вы будете иметь возможность встречаться с ведущими профессорами, и учеными, и общественными деятелями, и народными депутатами, руководителями служб. Вы знаете, только в этом году наш университет посетил два раза министр образования и науки Сергей Николаевич Карлетт, кстати, просил передать огромные слова благодарности всему первому курсу и всему коллективу Национального университета Юридическая академия. И естественно, что приезжали и народные депутаты, и руководители нашей страны. Вы знаете, это очень интересно. Двери нашего высшего учебного заведения открыты. С ответным словом к руководству вуза и гостям обратились первокурсники. Нам доведется принимать сотни решений, от которых будет зависеть в будущем нашу правовую державу. Первое ответственное решение принято верно. Адже ни для кого не секрет, что Одесская школа права есть лучшей среди флагманов веществ. В ходе торжественной линейки президент Юридической академии Сергей Кивалов вручил первокурсникам символический студенческий билет. Вот так выглядит путевка во взрослую жизнь. Традиционно на праздничной линейке по случаю Дня знаний звучит гимн Юракадемии в исполнении преподавателей университета Виталия Боченко и Анастасии Берж. ПЕСНЯ В этот праздничный день солисты Центра культуры Юридической академии также не остались в стороне и подготовили свой сюрприз и подарок для новеньких. ПЕСНЯ На празднование Дня знаний пришли почетные гости, многие из которых и сами являются выпускниками Юридической академии. Все с удовольствием вспоминают студенческие годы и по-доброму завидуют первокурсникам, которые только в начале этого трудного, но и одновременно интересного жизненного пути. В день моего посвящения в студенты Сергей Васильевич сказал такую фразу. Я очень хочу, чтобы в Одессе, в Украине у нас студенты учились не только начиная с института, а и начиная со школы. Я сегодня его хочу поздравить с тем, что его мечты реализовались. Я очень надеюсь, что его выпускники также реализовывают все свои амбиции и амбиции этого замечательного высшего учебного заведения. Действительно, то, что не просто удалось сохранить, удалось преумножить за годы с момента создания и появления Юридической академии, сейчас это национальный университет с комплексом высших учебных заведений, не только высших, это дорогого стоит, это неимоверный труд, это вложенные усилия. У Сергея Васильевича есть замечательное качество. Он не только делает вклад в нашу образовательную систему, в юридическую науку Украины, он еще потом с удовольствием, мне кажется, следит за успехами и достижениями своих студентов, чего я на самом деле безмерно рада. Я думаю, что от лица, от имени всех студентов Юридической академии, которые когда-либо ими были и сегодня также ими являются, мы хотим выразить огромную благодарность Сергею Васильевичу за то, что он делает. За то, что он делает на протяжении многих лет, по крайней мере, то, что я помню, с момента моего посвящения студенты и продолжает до сегодняшнего дня. Он развивает отрасль, он развивает не просто юридическую науку, систему образования в городе. Я с гордостью смотрю на школу, на школу европейского образца, которая появилась в городе, на колледж. Это не только юридическая наука, да, вы сами сказали, это и морская отрасль, это и профессионально-техническое образование. Люди, которые с таким трудом и любовью относятся к своему делу, обязательно добиваются вот такого успеха. Я хотел бы сказать про то, что, пребывая тут, всегда вражает все то, с якою любовью и с какой функциональностью готовится каждый свято, и сегодняшнее не является исключением. Радость не обличчяя первокурсников, перед ними широкая дорога, в которую они заступают. И эти сутки, от первого года учения до пятого, перед выходом в самостоятельное життя, они будут наполнены тут, заголовно, не только продуктивным учениям, но и широким кругозором, который даёт возможность отримать додатковую освіту, которая есть на базе юридической академии. Сегодня, вы знаете, самое важное было, что присутствовали очень высокие гости. Прокурор Одесской области и руководитель национальной полиции Одесского региона. Это говорит о том, что высокий уровень университета, высокий уровень подготовки, и такие почётные гости знают и доверяют юридической академии, доверяют будущим студентам, а самое главное и Сергею Васильевичу, и его слову, потому что сегодня как раз обсуждали бывшие выпускники и выпускники юридической академии, что 20 лет назад Сергей Васильевич говорил, что нам нужно и правовую школу, и правовой колледж. И вот за 20 лет действительно такая огромная система, огромная структура теперь растёт, развивается. Приветствовали студентов и руководители областных подразделений силовых структур, с которыми ВУЗ на протяжении многих лет плодотворно сотрудничает. И в прокуратуре, и в национальной полиции знают – лучше, чем в Одесской юрокадемии, молодых правоохранителей не подготовят. В университете есть всё для этого. И подходящая материально-техническая база, и квалифицированный профессорско-преподавательский состав. Для меня, в первую очередь, это большая радость и честь быть спрошенным на День знаний, потому что именно для национальной полиции Украины также указанный учительный учебный 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 учебник, следствий, оперативников, экспертников, криминалистов. Поэтому верим, что наша совпространство с ВУЗом продолжается. Ну, и, понятно, что спешаюсь сегодня тем, что самая юридическая академия является флагманом юридического учебника. Сергей Васильевич, известный человек в нашей стране, в мире, в юриспруденции, и в международной общине, поэтому еще слово благодарности и сохранения всех традиций. Сьогодні мені було вдвічі приємніше бути на цей посвяті студентом, тому що для мене це повернення у мою молодість, нахлинули такі спогади, коли я 27 років тому також починав свій життєвий шлях, такий вже визначившись зі своєю професією майбутньою, професію юриста. Я думаю, що всі ті діти, які сьогодні переступили порог Одеської юридичної академії, почали вивчати саме Одеську юридичну школу, вони зробили правильний вибір в своєму житті, і це той квіток до великого життя, який дійсно вони ніколи не будуть шкодувати, що зробили цей вибір. Об'єктивно, не озброєним оком не тільки я і впевнений всі інші бачать, що в цьому закладі створені, мабуть, одні з найкращих умов для навчання, активного відпочинку, розвитку особистості. Ну а залишається найголовніше у кожного студента бажання працювати над собою і порівнювати себе з собою вчорашнім. Якщо зміни є, значить людина, студент рухається в правильному напрямку. Юрокадемія також уже долгі годи сподівається з інститутом судебних експертиз. Регулярно ріди студентів данного учреждення пополняються молодими кадрами – випускниками юрокадемії. Ще з первих курсів студенты имеють уникальну возможность проходить здесь практику. Директор Одеского научно-исследовательського інститута судебних експертиз уверен – применять теоретические знання в роботі – це залог успішного старта і професіональній кар'єры. Студенты Одесской юридической академії приходять к нам на практику. Ми підписали договор с юридической академією, по якому ми приймаємо студентов по разному спеціальності для прохождения практики. І короткий курс во время обучення, именно практические занятия. Одно із видів занятий – це судебна експертиза, для того, щоб студенты виділи, як роботають експерты, що це таке і яка роль в цілому в правовой системі. Трудоустройство выпускников юридической академії стоит на первом месте. Руководством ВУЗа подписаны меморандумы о сотрудничестве с Национальной полицией України, Генеральной прокуратурой, НАБУ, органами юстиции, государственными структурами. Кроме того, подписан также целый ряд договоров о сотрудничестве с ведущими IT-компаниями, а также университетами США і Європи. Наші випускники – вони все на розхват. Вот ми заключили договор з Национальной полицией України, з Министерством інфраструктуры. І вони кажуть, що всі, хто заканчувати буде факультет кібербезопасності чи следственний факультет, вони пойдуть на роботу, якщо захотять, именно нам. Ми счастливі, тому що ми готовимо елиту нашої країни. Ми счастливі, тому що работаємо з такою молодежою, яку ви видите сьогодні здесь. У них у всіх глаза горять, а родители наскільки радуються. В профессорсько-преподавательський состав Юрокадемії входять академики, члены-корреспонденты Национальной академії правових наук України, доктора, кандидаты наук і професора. Каждий второй учебник, каждая вторая монографія, по якому учатся випускники школ, издаються преподавателями в стенах Одесской юридической академії. С первого курса важным приоритетом для ВУЗа является практическая направленность процесса обучения. Будущее юристы проходят практику в судах, органах юстиції, органах государственной власти і местного самоуправления. Я могу сказать, что среди тех ВУЗов, в которые подали наибольшее количество заявлений, конечно же, на первом месте стоит Одесская юридическая академія. Это, скажем так, уже стало традицией, то, что Одесская юридическая академія, Национальный университет Одесской юридической академії, который развивается, расширяет перечень специальностей, расширяет перечень направлений подготовки, что в этот ВУЗ стремится поступать все больше и больше студентов, потому что здесь создана уникальная материально-техническая база. Во многом Национальный университет Одесской юридической академии сейчас определяет лицо Одесской высшей школы. Гордость юридической академии – это ее выпускники, которые представляют Одесскую школу права не только на всеукраинском уровне, но и на международном. Для этого в ВУЗе существует ряд программ и грантов, которыми ежегодно пользуется огромное количество студентов. Именно поэтому уже с первого курса студенты могут выбрать себе язык обучения и посещать лекции и семинарские занятия на английском, немецком и французском языках. Также регулярно приезжают зарубежные лекторы – адвокаты, судьи, прокуроры, дипломаты, и они с легкостью общаются со студентами на своем родном языке. Я смотрю на этих прекрасных студентов и думаю, что у них замечательное будущее. Они избрали правильный путь, правильную профессию, избрали лучший ВУЗ нашей страны. Потому что многие студенты получают работу и прославляют юридическую академию не только на территории нашей страны, они это делают далеко за рубежом – в Америке, в Европе. Вы знаете, это очень приятно. Прежде всего, не только потому, что эта прекрасная материально-техническая база сделана для них. Они здесь общаются с преподавателями больше как друзья, наверное, а не как студент-профессор. Поэтому и складывается такая особая аура, которая помогает студенту становиться лучшим. А сейчас вы попали в новую семью. И я вам искренне желаю, чтобы у вас все получалось. Чтобы вам было интересно учиться, чтобы вам было интересно общаться, чтобы вы внесли самые-самые, ну реально самые положительные эмоции. И от себя хочу добавить, что Сергей Васильевич, вы знаете, это колоссальная ответственность. Перед выбором каждого молодого человека, который стоит на этом зеленом поле. Ответственность ваша. Вы должны приложить максимальные усилия для того, чтобы никто из них ни на одну секунду не пожалел о своем выборе. А по нашему опыту нашей семьи уже далеко не первый ребенок принимает такое решение. Никто из них пока не пожалел. Держитесь. Всего самого доброго. Студенты с праздником. Вы даже не заметите, как пройдет несколько лет, и вы окажетесь в одном судебном заседании по разные стороны баррикад в качестве адвокатов, прокуроров, судей. И поверьте мне, вы будете самыми лучшими впечатлениями вспоминать свою студенческую жизнь. От имени Одесской адвокатуры я с уверенностью могу сказать, что, пожалуй, наиболее успешные, грамотные, профессиональные адвокаты – это выходцы из Национального университета Одесской юридической академии. Выбор первокурсников вполне осознанный. Ведь они посещали дни открытых дверей как онлайн, так и офлайн. Успели познакомиться с будущими преподавателями и студентами старших курсов. Поэтому университет еще до посвящения в студенты стал для них родным домом. Некоторые рассказывают, что поступление в юрокадемию – это их давняя детская мечта. Я была здесь на экскурсии, на профориентации пару лет назад. Я прямо тогда, кстати говоря, решила, что я сюда поступлю. Выглядит элитно. На самом-то деле, реально, я люблю стрельбу, тут есть тир. Тут очень классные международные программы, обмена, к чему я, собственно, и стремлюсь. И языковые классные. Да просто реально, ну, я считаю, что один из самых достойных и самых престижных университетов Одессы. Это была моя давняя мечта, до которой я старо не шел и очень хотел этого. Поэтому я сейчас очень рад, что я смогу этого, и наконец этот день наставил. Я считаю, что этот факультет имеет очень большую широкую направленность. И после него можно будет работать в разных галузях права. Я выбрала именно этот вуз, потому что я знала, что именно в этом вузе готовят настоящих профессионалов. И я выйду уже отсюда подготовленная и буду знать, чем я действительно в этой жизни занимаюсь. Я очень рад, что поступила в морское училище номер 3 Одесской юридической академии, потому что я об этом мечтал. То есть с пятого класса я уже думал, что стану моряком. Я считаю, что моряк – это самая мужская профессия, что это делать из себя мужчину благородного, сильного, который умеет все. Другие же решили продолжить династию своей семьи и отметили, что преимущество юридической академии в ее постоянном развитии и усовершенствовании. У меня мама училась здесь, и я решил пойти по ее стопам. Только она училась на юридическом, но я решил пойти в IT-сферу. Много условий для студентов, как минимум от разных лабораторий до спортзалов. Очень хорошие условия для студентов. Мне нравится, как все оборудовано. Мне нравятся даже преподаватели вашего университета. Я о них не слышу, но очень хорошие люди. Неоднократно на торжественном мероприятии звучали слова о том, что ВУЗ выпустил целые правовые династии, которые и сейчас продолжают активно развиваться. Прозвучали слова, что у многих дети учились, закончили. Тут, я вам скажу, я абсолютный рекордсмен. Мои трое детей закончили университет. Сын защитил кандидатскую диссертацию. Теперь пошло другое поколение, внук учится на четвертом курсе. Исторический материализм предполагал, что роль личности в истории ничтожна. Что историю создают массы. Оказалось, это теория хибной. Историю создают личности. Если в определенном промежутке времени появляется человек, который берет на себе ответственность и создает вот это, это и есть его роль в этой жизни. Роль личности Кивалова в судьбе города Одессы. И создание университета, и в судьбе стольких сотрудников огромное. Я сама бывшая выпускница этого учебного заведения. И, естественно, своих дочерей я отправляю по своему пути. Потому что это учебное заведение дает большую путевку в жизнь. Нужно просто правильно оценить свои возможности. Потому что знания тут достойные. Профессорско-преподавательский состав очень на высоком уровне. И, естественно, у нас не стоял больше никакой выбор. Молодые люди рассказывают, что учеба в Национальном университете Одесская юридическая академия – это первый шаг к их мечте. Ведь именно этот вуз – это гарант безупречных знаний, которые и создают профессионалы. Я с детства любила слушать людей. Мне очень нравится им помогать. Мне нравится ощущать, что я какими-то своими словами, действиями и помощью делаю их жизнь лучше. Я была во многих университетах, но именно здесь ты чувствуешь себя как дома. Насчет преподавательского состава, ну, я со многими познакомилась уже. И они прекрасные люди. Они отвечают на любые вопросы, которые ты им задаешь. Потому что они готовы идти на контакт. Я считаю, что после этого вуза можно развинуть хорошую карьеру, как и в прокуратуре, так, например, и в следственной деятельности. Поэтому я считаю, что этот вуз является одним из самых лучших в Украине. Я решила пойти по стопам своего отца. Он у меня тоже журналист. И мне всегда была всю жизнь какая-то профессия. Я люблю фотографировать, люблю вести всякие мероприятия. А именно ноя, я поняла, что это действительно такая атмосфера, теплая. И здесь так уютно, как у себя дома, так сказать. Спустя несколько лет обучения студенты старших курсов уверены – они сделали правильный выбор. Ведь здесь предоставляют знания для работы в широком спектре сферы права, политологии, журналистики, кибербезопасности. А также масса возможностей проявить себя не только как студент, но еще и спортсмен, артист и ведущий. Как будто вчера я делала этот сложный и решительный шаг в будущее. И сегодня, через год учения, я могу с уверенностью сказать, что я не помылила, обравши университет действительно своей мечты. Студентское життя – это, напевно, самые лучшие годы в нашем жизни. Выкладачи прекрасные, куратор еще лучший, все добре ставляются один до одного, все дружные, группа дружная, все очень доброе. Меняются технологии, подходы в образовании тоже не статичны. Время меняет мир. Это естественный процесс. Мировоззрение у молодых людей тоже меняется. И это нормально. Они родились уже в 21 веке. Неизменно только студенческая география. В Одесскую юрокадемию по-прежнему едут из Тернополя и Полтавы, Ивано-Франковской и Запорожья, Львова и Донецкой и Луганской областей. Здесь вот сейчас представлена вся Украина. И Львов, и Тернополь, и Киев. И сегодня здесь и Херсон, и Одесса. Вы знаете, это здорово. Вот в этом наша сила. Потому что они знают, сегодня хочешь получить хорошее образование, приезжай в Национальный университет юридической академии. Если ты хочешь стать настоящим специалистом, построить карьеру, должен учиться в нашем вузе. И я очень рад, что именно так и происходит. Важная часть формирования любого человека – это духовное образование. На территории университета функционирует первый и единственный в Украине студенческий храм святой мученицы Татьяны, который стал центром духовного развития молодежи. Я всем рассказываю, что этот вуз особый, удивительный, уникальный, потому что духовность здесь находится на очень высоком уровне. Учиться здесь не только престижно, но и полезно. Потому что тот, кто выходит из этих стен, человек особый. Он наполнен душевной и духовной красоты. Вот этой красоты хочется пожелать каждому, кто будет здесь учиться, кто здесь уже живет в этих стенах и продолжает свои знания. А духовность – это тот колоссальный багаж, который никогда не подведет. Спортивные состязания, творческие конкурсы – это также элементы воспитательной работы, которой в академии уделяется большое внимание. Одесское областное отделение Комитета физкультуры и спорта не единожды признавало, что Одесская юридическая академия является одним из самых спортивных университетов страны. Ведь на базе юрокадемии регулярно проводят чемпионаты Украины, а также соревнования международного уровня по разным видам спорта – бокс, борьба, каратэ, художественная гимнастика, бальные танцы и многие другие олимпийские виды спорта. Спортивная и физкультурно активная жизнь данного вуза на очень хорошем уровне. Оснащенность спортивных майданчиков многим вузам Украины только мечтать об этом. Потому что все делается только во благо и процветания данной деятельности физического воспитания среди студентов и также школьников. Мероприятия, которые мы проводим здесь, неоднократно уже проводили и проводим и будем проводить, проходят на высоком уровне, на уровне не только обоснованного масштаба, но и всеукраинского уровня. Одесская юрокадемия сегодня – островок спокойствия и стабильности в бурлящем океане изменений в системе высшего образования. Тревожные новости о сокращении вузов в стране, урезании их финансирования вызывают волну разочарования у экспертного сообщества. Реформа не должна быть направлена на сокращение высшей школы, в частности утверждают парламентарии. Все, что касается сегодня в стране с оптимизацией вузов, в принципе с системой высшего образования, не только высшего, школьного и дошкольного образования, оно, конечно, желает сейчас, несомненно, все нужно реформировать, в том числе и образовательную систему, но я не одобряю те пути решения, которые сейчас выбрала Украина. Я бы все-таки хотела, чтобы мы стояли как государство на сохранении наших учебных заведений. И, к сожалению, то, что мы здесь видим, это в большей части усилия и труд преподавателей, и президента Сергея Васильевича Кивалова Академии. К сожалению, государство нам не додает нашей системе образования. Я бы очень хотела, чтобы у нас сохранялись вузы и расширялось их количество, а по пути оптимизации, я думаю, это сейчас точно не то время, когда мы должны этим заниматься. И вот для первокурсников прозвучал первый звонок, который пригласил их в просторные светлые аудитории. Теперь их ждет знакомство со студенческой жизнью, первые пары, первые лекции, семинары, подготовка к первой сессии. Кажется, впереди неподъемное количество задач, но первокурсникам не стоит волноваться. Их предшественники уже не раз доказывали, кто учится, тот всегда добивается своих целей. Национальный университет Одесская юридическая академия научит молодых людей учиться, а все остальное уже в их руках. АПЛОДИСМЕНТЫ